Я хотел бы просто как-то сегодня поговорить, подвести какой-то небольшой такой итог, или не итог, резюме, о чем говорилось на протяжении какого-то времени, чтобы мы еще раз задумывались. Я, например, верю, что Бог нас ведет, как церковь, и Он нам говорит. Можно сказать, что темы я придумываю, или люди приезжают, но духовный человек понимает, что дух движется, и дух дает какое-то побуждение, потому что есть вещи, о которых не хочется говорить, или не время говорить. А насчет каких-то других вещей приходит вдохновение, говорит. Вот так вот Бог движется. И уже вот насколько там, например, я там буду верный, да, и буду вот готовиться хорошо, да, настолько я смогу донести вот это желание духа, то, что дух говорит церкви. Вот, и я так, я вот вчера ночью вот не спал, что-то вечером поспал, потом ночью не спал, и свою проповедь послушал. Давно я не слушал свою проповедь, но это вот решил свою проповедь послушать и наполнился. И я, ну, я прям рад, хорошая проповедь. Это вот проповедь была о водимости духом. И я думаю, неплохо бы вот вам еще раз сказать, послушайте еще раз эту проповедь, она есть в интернете. Потому что там действительно хорошие вещи были сказаны. Вот, если кто помнит, что мы рассматривали два условия водимости духом. Это наша духовная нищета и то, что сделал Иисус. Это то условие, которое необходимо для того, чтобы Бог давал нам своего духа. Наша нужда, то есть наша пустота, мы как сосуд, мы вмещаем в себя, мы ничем не заполнены, мы говорим, Бог дай нам. И дай на основании чего? На основании того, что Иисус сделал. Потому что это было его желание, чтобы Иисус нас познакомил с планом Бога в водительстве святым духом. Потому что он и есть этот план, он и есть этот Сын, который водим духом. И вот поэтому он и говорит про себя. Я путь, ребята, я путь. Вот, изучайте меня, исследуйте меня, как изучают карту, по которой идти. Вот. Это его план. И я вам говорил вот об этой разнице, тоже вот в этой проповеди. Что есть знание Христа по плоти, и есть уже водимость духа. И часто наше христианство, оно больше вот в этой вот области долго задерживается. Что мы вот знаем Христа по плоти, мы поклоняемся Ему, мы как бы смотрим на Него. И это работает в нашей жизни, но мы не становимся им. А план Божий настоящий, это дать нам духа для того, чтобы мы стали им, как Он. Потому что вот она, вот он план Божий. Размножить Христа. Да, чтобы, ибо вся тварь с надеждой ожидает открытия Сынов Божьих, откровения Сынов Божьих. Именно Сынов, которые вошли в возраст, которые уже не для себя живут, не будут им эгоистично в духе этого мира, дай мне, да. Потому что вот младенчество, оно такое, дай, 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 да. Так ведут себя дети. Но взрослость заключается уже в том, что повелишь мне делать, Господи. Вот я, пошли меня, вот он дух Христа, понимаете. И вот нам туда. И там тоже, да, я говорил о нескольких этапах. Первый этап, это такой сверхъестественный этап, который еще немножко по ощущениям, он ближе к вводимости, ну как бы, к знанию Христа по плоти. И вот, где, вот, как Христос, он совершал много чудес, много знамений, исцелений и так далее. И как бы это было доказательство того, что вот, ну, его надо слушать. И, ну, это было как знамение, доказательство того, что самое главное, его надо слушать. Помните, как Петр и Иаков и Иоанн, они были с ним на горе. И вот там спустилась слава Божья, и одежды Иисуса стали ослепительными белыми, и им стало так хорошо, что у Петра возникло предложение. Слушай, а не сделаем мы сейчас здесь три кущи и останемся здесь, вот в этом вот состоянии, в этой славе, потому что так хорошо. Он не думал о тех, которые там остались, девять апостолов, и вообще весь мир его не интересовал. Его интересовало его собственное состояние, блаженство, наслаждение и так далее. И вот нам тоже не туда, понимаете? Вот нам тоже не туда, потому что после того, как он это предложил, был голос. Всей Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Его слушайте. И там еще был такой интересный, говорю, момент, что он предложил, это тоже как некая теология, да, давайте мы вот равные кущи поставим Моисею или Иисусу, да, вот нам, у нас все они Божьи, и все это от Бога, и так далее. Но голос Ему сказал, только Иисус, другими словами, только Иисус, Его надо слушать. И мы тоже это должны понять. Вот. И второй вот этот момент, который я вам пытался донести, и понимаю, что вот из-за того, что проповедь такая большая была, я все равно понимаю, что мне не удалось, прослушав ее, я вот так понимаю, что, да, информации много, но акцент недостаточный все равно был сделан на том, что такое, по сути, настоящая водимость Духом. Что это именно водимость Духом. Не водимость чудесами, знамениями, подтверждениями, пророчествами. Но это водимость Духом через твое собственное сердце, через твое желание. То есть Бог хочет тебя вырастить в личность, которая внутри себя принимает вот эти вот решения и имеет вот эти вот желания, которые совпадают с желаниями Бога. Понимаете? Которые и являются вот через Дух, они и являются вот Божьими желаниями. И тебе уже тогда для того, чтобы что-то делать, не нужно сон, подтверждение, пророчество, какое-то туновение такое и так далее. Тебе достаточно твоего собственного желания, которое под действием Святого Духа уже очищено, да, и ты в нем утвердился. Вот нам туда. Вот нам туда. И Бог нас туда ведет. Вот. И вторая была после этого проповедь, тоже вот я посмотрел, и я говорил в прошлый раз, помните, про путь царя. Да? Это была проповедь о том, что, как становление личности, да? Куда же нас Бог ведет? То есть куда же нас Бог хочет привести? Что нам от него ждать? В чем заключаются вот эти изменения, которые Бог хочет принести в нашу жизнь? В нашем достатке? В нашем внешнем каком-то вот устройстве жизни? В первую очередь, нет. В первую очередь, это вот то, что Бог строит внутри тебя. Новая личность. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новое творение. Аминь. И вот я еще раз просто хочу это вот подчеркнуть, потому что, ну, это серьезные вещи. Если, ну, иначе, если мы не будем понимать, потому что это как путь, это как цель, куда нам, понимаете? Мы все время, периодически должны вот это вот понимание обновлять и понимать, и как бы просматривать себя именно вот с этой точки зрения. Потому что, ну, вот, все удовольствие в настоящей христианской жизни, оно именно в этом. В этих отношениях с Богом, и вот в этом строительстве тебя как новой личности. Понимаете? Во Христе Иисусе. Вот. Все остальное... Поэтому Иисус и сказал такие слова, что заботитесь прежде всего о Царстве Божьем. А остальное, что? Приложится. Оно приложится. Он это обещает. Это... Он не забыл про это, да? Он не сказал просто, заботьтесь только о Царстве. Да? Но Он сказал, заботьтесь о Царстве Божьем. Остальное оно приложится. Поэтому вот, да, и мы говорили о том, что... Часто, когда мы на чем-то очень сильно... Вот, тут тоже была проповедь как-то, да? Помните? Про наблюдателя, про этого, да? Про... То, как вели себя вот эти фотоны света, да? Когда был наблюдатель, они вели себя определенным образом. Не было наблюдателя, они вели себя по-другому. Вот. Так же и с нами, что когда мы фокусируем свою жизнь на внешнем, и вот смотрим за этим, когда же придет это благословение, когда же будут вот эти вот внешние проявления, которые мне так важны. И все, и ты мешаешь Богу это делать. Ты слишком сфокусирован на плоти. Ты слишком сфокусирован на мире. Ну, мир, да? Бог от плоти, Бог от отчаяния гордость житейская. И ты как бы не даешь. И взамен этого Бог говорит, что прибудьте в Моем Слове, да? Изучайте Мое Слово, да? Влюбитесь в Мое Слово. Вот над этим наблюдайте. Вот сюда направьте все свое внимание. Вот в это увлекитесь. А вот там все начнет просто делаться и все. Вот так вот Бог нам говорит. Я специально это вот все немножко обновил, подчеркнул, чтобы вот не забывали мы, не забывали. Потому что повторение – мать учения. Понимаете? Я понимаю, что часто вот есть иногда там слово какое-то, надо бежать уже дальше, разбирать какую-то другую тему, но мы уже часто забываем, о чем мы говорили. Поэтому вот я специально сейчас вот напомнил, да, о чем мы разговаривали, куда нас Бог ведет. Потому что вот, и даже то, что произошло у нас, да, там, на прошлой неделе, когда мы крестили, да, ряд людей, да, семь человек. И это тоже показывает о том, что вот, ну, Бог движется, и движется именно в этом направлении, вот, о котором мы сейчас говорим. Что, что такое крещение – это прообраз того, что происходит с человеком, ну, как бы вот в духовной его жизни. То есть, что мы показываем Богу, что мы согласны, готовы, мы принимаем, мы крестимся в его смерть, мы погружаемся в его смерть для того, чтобы воскреснуть вот в этой новой жизни. И мы должны понять, что это, ну, там как получилось, да, вот у евреев. Они прошли сквозь море, и Египет утонул. Попытался туда за ними пойти, и он утонул. Но также мы дальше видим, что эти люди пришли в пустыню, и они вышли из Египта, а Египет из них не вышел. Понимаете? Египет, можно так сказать, прообраз мира. Прообраз, что есть мир, опять же, да. Ну, вот, научитесь уже вот этим термином. Когда мы в Библии, когда мы часто говорим о мире в церкви, да, мы имеем в виду не просто мир, вот люди там, и мы должны оттуда выйти. Что есть мир? Мастер Петр. У меня Петр уже знает все эти трещи, я, ребят, научил. Что есть мир? Мир есть три вещи. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все, что есть в мире, есть не от Отца. И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мы должны научиться понимать и думать вот этими категориями, да. Поэтому, ну, не перепутывать, например, да, когда я, ну, там, мы говорим мир, мир. И это не значит, потому что вот я был, говорю, в центре реабилитации, и они, когда говорили, часто ребята говорили, ну, мир, они вот так рукой махали туда и говорили, ну, мир там. Нет, мир здесь. Мир есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И что победило мир? Сияясь победа, победившая мир, вера наша. Поэтому мы должны это вот понимать, да, что, знаете, к сожалению или к счастью не происходит так, что вот человек покаялся, крестился, и вот наступил у него сразу новый день в его жизни. Вот раз и все, и не грешит уже больше, и святой, и так далее. Я говорю, это и к сожалению, и к счастью. Вот, потому что суть, как бы вот, духовного вот этого возрождения, она не вот в этих вот самих актах, которые мы совершили, крещение или причастие, или еще что-то, мы не ими спасаемся. Это прообразы того, что должно произойти в нас. Потому что, вот, в Римлянам, в восьмой главе, написано, что... Десятый стих, восьмая глава. А если Христос спас, то тело мертвого для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. О чем это? Я раньше, когда... Мне это не объясняли до конца. Я раньше думал, что это о какой-то будущей жизни, и потом, когда я вот... Дух Божий, который воскресил Христа из мертвых, оживит и мое смертное тело. Но сейчас я понимаю это по-другому. Потому что я еще прочитал, по-моему, греческий перевод и посмотрел здесь, что воскресивший Христа из мертвых будет оживлять ваши смертные тела духом своим. Будет оживлять. Вы попадаете в процесс оживления его духом. Вы не то, чтобы вот окунулись, встали и все тут сразу новое. Нет. Мы получаем всего лишь залог духа. Понимаете? Залог. Или аванс. Или задаток. То, что нам дается как бы. Давай. Используй. Вот все. Бог тебя наполняет. Бог тебе дает уже с чем противостоять. С чем побеждать. Что побеждать? Мир. Похоть плоти. Похоть очей. И гордость житейскую. Все. Ты до этого, ты как бы не знал вообще об этой войне, борьбе, что это вот существует. Ты просто жил, как тебе диктовала твоя греховная натура. И все. Но с этого момента, после того, как ты узнал уже об этом, да, ты не то, чтобы вот умер и все, и воскресе, ты ходишь такой готовый христианин уже. Нет. Ты на самом деле получаешь вот эту силу, получаешь вот это дерзновение, да, вдохновение, силу Духа Святого, для того, чтобы противостоять. Начинать противостоять. Написано, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Кому сказано? Христианам сказано. Не сказано мирским людям. Послание пишет там Иаков или Петр, не помню, да. Противостоять и дьяволу и убежит от вас, да. То есть, и мы видим, вот именно, опять же, в еврейском народе, что вот, ну, через море-то прошли, и вроде как Египет утонул, но процессы в них продолжили происходить. Как только Моисей задержался на горе на сорок дней, они быстренько собрали свои сережки, колечки и говорят Аарону, сделай нам Бога, сделай нам Тельца. Он им, да, быстренько там слепили, и все, стали поклоняться. Где Моисей? Не знаем, но нам нужен Бог, да. И вот Библия говорит, что не будьте, как они, идолопоклонникам. Да, то есть, вот, я уже говорил про это. Какое у нас преимущество относительно них? Мы знаем их, не путь. Мы знаем их, не путь. Какое у нас преимущество относительно Адама и Евы? Мы знаем происки дьявола. Вот однажды Павел пишет там про Адама, да, и про Еву, когда вот дьявол искусил, и он говорит, ну, нам известны его происки. Все, мы уже как бы с открытыми глазами на это можем смотреть. Поэтому наша христианская жизнь, знаете, ну, я бы так хотел сказать, знаете, извиниться, если вот кого-то в христианство затащили, так же, давай прийти к пункту, все, вообще все решится, и так далее. Добро пожаловать на войну, добро пожаловать вот в реальность, да. Помните, как в кино «Матрица», да, какую таблетку выберешь? Синюю или красную? Если синюю, все, уходишь сейчас, забываешь и живешь своей жизнью. Но если красную, уже никогда не вернешься вот в незнание. Вот, и поэтому вы тоже, выбрав Христа, открыв для Него свое сердце, вы тоже выбрали вот эту вот, уже видеть, понимаете, знать, понимать, иметь эту ответственность. И это хорошо. Понимаете, может быть, я говорю, и вообще такой фильм, он интересный. Помните, как там человек пытался вот, такая прообраз Иуды, который пытался, сдал им вот эти, как их звали этих, в пачках, которые ходили? Агенты. Да. Человек из команды вот этих вот, наших, типа того, да? Он сдает. Помните, за что сдает вообще? За то, чтобы опять попасть в незнание и вот просто, чтобы вот его опять подключили к «Матрице», где он все забудет и денег дали побольше. Чтобы у него, ну, так вот, там запрограммировали, чтобы у него там был хороший дом, куча денег, короче, и чтобы он просто тупо все забыл. Понимаете? И помните, что с ним произошло, да? То просто его убили и все. После того, как он свое дело сделал, он стал никому не нужным, никто его ни к чему подключать не собирался, и его просто кинули. Поэтому вот мы должны это понять, что дьявол пришел убить, украсть, убить и погубить, да? То есть, какие-либо компромиссы с ним заключают вообще бесполезно. Единственное, что мы можем, это противостоять ему. Чем? Верой. Верой. Своей верой. Верой в Иисуса Христа. Верой в то, что у Иисуса получилось. Верой в Его обетование. Да, это то, что вот я на прошлой проповеди пытался тоже затронуть, но так как тоже был определенный объем, я туда не смог как бы погрузиться. Когда мы читали Второе Петра, где было сказано, что которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, через которые мы преображаемся, да? Я не помню все эти слова. То есть, нам дарованы великие и драгоценные обетования. Мы за эти обетования что делаем? Держимся за ним. Начинаем за них держаться. Что Бог нас ведет. Что Бог знает, куда нам идти. Что Бог теперь с нами. И Он нас не оставит. И Он, тот, кто начал, Он доведет. Вот оно. Первое, самое главное, самое основное обетование, которое должно быть в твоей жизни. Что тот, кто начал твое дело в тебе, Он завершит его до конца. И наши условия не отречься. И вот об этом, ну, как бы много написано в Библии. Это то, что Давида сделало царем. Он держался, да, за эти обетования. То, что вот я вам говорил. Его, вот эти обетования, они выстроили его личность. Что он держался за него, за эти обетования. И это реальность. То есть, понимаете, да, теперь, что такое христианство? Это не то, чтобы вот Бог все сделал, и все, нам больше делать не надо. Нам нужно держаться за это. Нам нужно схватиться за это. И будут происходить какие-то ситуации, и, может быть, ты будешь видеть людей, падающих вокруг тебя. Ты будешь удивлен. А как? Почему? Ведь вместе шли. И он вроде тоже, но ты иди, ты держись. Это твое решение. Бог знает, куда тебя привести. Бог ведет тебя в твое лучшее. И в первую очередь, Он ведет тебя через вот это вот становление твоего внутреннего человека по образу и подобию Божьего. Я не знаю, тут есть люди уже, которым я рассказывал эту историю, ну, своего свидетельства. Ну, я захотел что-нибудь такое достать, думаю, из своего начального христианства. Потому что по-любому, хотя бы один человек есть, который не знал про эту историю, и она может ему помочь. Я, когда был молодым христианином, был там где-то год-полтора, наверное, я уже крестился. Я не помню, когда это было. Да, я уже крестился. И, ну, я очень хотел быть христианином. Мне это нравилось. Я был открыт всем сердцем. Я впитывал все Божье Слово. Я старался быть безупречным во всех своих решениях, во всех своих поступках, мыслях и так далее. И я очень хотел. И вот в таком состоянии, я помню, я беру такой небольшой пост. Все ребята идут есть. Это был ужин. А я иду в комнату молиться. Зарылся в эту там темную комнату. Я помню, там было темно. И начинаю молиться, и вдруг на меня вот накатывает эта тьма. Такая внутренняя, что это была тьма меня самого. Вот этого я вдруг увидел, что я человек, который никогда в своей жизни до конца ничего не доводил. Я учился в институте, бросил. Мне нравилось, ну, как бы получалось, бросил. Я занимался спортом. Тоже там в хоккей играли, горели. Хотели и в НХЛ, и дальше заниматься. Потом что-то пошли нагрузки посерьезнее. Пришел выбор, либо жить свободно, либо много тренироваться. И я сделал выбор в сторону жить, как легче. Вот. Ну и были еще какие-то моменты. Я говорю, я увидел себя человеком, думаю... И я испугался, я думаю, ну что, я... С христианством тоже так же получится? Я вижу, что сейчас я горю. Сейчас я хочу. Сейчас я Богу дай, еще раз дай. И сейчас вот хоть меня сейчас забирай на небо. Вот просто. Я в таком состоянии. Ну, понимаю, что передо мной путь. Понимаю, что передо мной путь, в первую очередь, такой рутинной жизни. Когда эмоции пройдут, когда мне, может быть, захочется как-то вот успокоиться. И я уже видел примеры людей, которые, ну, как бы, говорили одно, а потом поступали по-другому и оставляли Христа, оставляли этот путь. И я испугался, я думаю, ну, а что делать? Что делать? Все, я в тупике. Я знаю, что я человек, который никогда ничего не доводил до конца. Я знаю, что это вот, ну, я такой. И что мне с этим делать? И слава Богу, Бог мне вот в этот момент дал вот эти стихи, что, ну, а ты что переживаешь? Ну, как это я уже интерпретирую, что ведь не ты теперь живешь, но я теперь живу, да? Что не я теперь живу, но Христос живет во мне. И тот, кто начал в вас это дело, доведет его до конца. И вот я первый раз применил Слово Божье вот в этой внутренней своей войне. Вот против вот этих вот сомнений, против своей греховной природы, против вообще как бы себя самого, как я себя знаю. Понимаете? Я применил Слово Божье. И я сказал, что, ну, действительно, не я теперь живу. Христос, я же тебя принял. Значит, ты во мне. Значит, и ты, я говорю, что закончу. Тогда я все отдаю в твои руки. Да, я знаю, что я вот этот вот человек. И делай свое творение, доведи его до конца. Я говорю, я целиться рассказываю на протяжении там вот уже 20 лет, да? А 5 лет прошло, я рассказал, я говорю, я здесь. И 10 лет прошло, и я опять ему рассказываю и говорю, ребята, я здесь. Я проповедую Слово Божье, я живу с Богом, и я знаю, что я с Ним. И это видно даже уже со стороны. И сейчас я вам еще раз свидетельствую об этом. Я здесь, он верный. Понимаете? Мы не своей верностью дойдем, понимаете? Мы дойдем его верностью, надеждой и вот этим держать, верой, если будем держаться за его обетование. И я вам хотел еще один образ дать. Я жду, как бы, как мне его Бог дал. Мне сон приснился, он был уже давно. Но, и я сейчас понял, что мне приснилась, как бы, вот, вера, грубо говоря, в действии. Что такое вера в действии? То, что мы иногда, ну, как бы, знаете, это, да, евреям 11 глава говорит, что есть вера, да? Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, да? И это уверенность, да? И вот мы иногда проповедуем веру таким образом, что это вот прям такая уверенность, потому что ты вот прям уверен. Все, вот ты вот прям вот знаешь. Но, знаете, настоящая вера, она на грани с очень сильной слабостью. С очень сильной вот такой человеческой неуверенностью. Потому что это уверенность в невидимом. Понимаете? Потому что это то, что нельзя потрогать и пощупать. Это ты, ну, как бы, ты за это держишься, ты в это веришь, но ты сам даже до конца не знаешь, как это работает. Понимаете? И как это все происходит. Вот, я говорю, вот, слепые были, которые к Иисусу там кричали, помоги, Господи, сын Давидов, помилуй нас. Что вы хотите? Видеть хотим. Верите? Ей, Господи. Вот такой ответ, слышали вы? Ей, Господи. Да, конечно, верим. Ну, пусть по вере вашей это будет вам. И раз, и произошло, да? И я просто вот ставлю себя на их место. И думаю, вот, а что они чувствовали в этот момент? Что они, они действительно чувствовали такую какую-то веру, прям вот, ну, такую уверенность? Или они просто захотели сказать, да, верим. И все. Не спрашивай, Боже, давай быстрее сделай нам, ну, чтобы мы увидели. Правильно или нет? Вот, ну, вот, люди, мы такие люди. Правильно или нет? То есть, они просто, ну, захотели сказать, что они верят. Они верили, он их, он их прям вот к стенке так поставил. Точно верите? Верим. Верим. Вот тебя сейчас спроси, веришь? Как ты тоже будешь отвечать? Мне первый раз вообще там один человек спрашивает, ты христианин? И я начал, ну, ну, в центре там. И я, ну, не знаю, мне как-то это было вот, ну, трудно про это сказать самому христианину. И мне говорят, ты христианин? И да, ну, все, хорошо, я христианин. И я поверил, и я принял, и я захотел поверить, понимаете? Я захотел за это взяться. Вот, ну, вот так это работает. Вот до этих вещей дьявол не может дотянуться. Он не может у нас забрать вот эти вот вещи, которые, они тоже невидимые, понимаете? Мы вот просто, он каждый раз в своих вот этих штуках будет обламываться. Он тебя может загнать там в такой-в такой тупик. Но только ты вот воззовешь Бога, только ты вот поверишь, только ты возьмешься, схватишься за Божье Слово как раз, и все. И ты опять уже, ну, на ногах ты опять держишься. Ты ощущаешь силу, ты ощущаешь радость и так далее. Поэтому мы должны научиться, вот, противостоять. Мы должны научиться пребывать в вере. И я говорю, вот я про этот образ хотел вам тоже рассказать. У меня был такой сон, вот, Южный Морс, знаете? Через Самару, с Аврору. Вот почему-то это было там. И я сейчас понимаю, может быть, почему это было там. Ну, потому что я сейчас вот, раньше моя жизнь, она тут больше ближе к управе вся была. А сейчас вот она вся там, около этого Южного моста. Потому что ездим мы уже там, живу я уже практически там. И вот, вот, и был такой сон, что вот я вижу этот мост, и какой-то огромный кран, он трубу переносит, вот, по огромной высоте, вот, там, с этого моста, с одного какого-то места, там, на другое место. Ну, вот, я даже не знаю, куда он несет эту трубу. И труба, вот, как нефтяные трубы, знаете, вот она, вот такая, в диаметре, вот, примерно. Ну, вот, прям, вот, как, действительно, вот, мои руки. А знаете, где я нахожусь в этот момент? Я нахожусь под этой трубой, вот так вот, держусь за эту трубу. Вот. Это возможно? Держаться за трубу? Вот. Просто, вот, представьте, это невозможно. То есть, ну, и вы сами знаете, вот тут вот эти вот мышцы все, вот, грудные, там, вот, ну, то есть мы же не это... Я же не терминатор, там, терминатор, там, пи-м-м, прилип, и все, ему все равно, да, примагнитился. А я держусь за эту трубу каким-то образом. Вот, огромная высота, страшно, меня куда-то переносят, а я держусь за трубу. И вот, там произошел, вот, происходит вот этот вот парадокс. Я всеми силами держусь. Мне мой разум говорит, держаться невозможно, я должен уже улететь сейчас вниз, но я почему-то держусь. Ну, потому что это сон, опять же, да? Ну, вот, я через этот сон хочу вам показать принцип веры. Я понял, что это вот практически вера в чистом виде мне приснилась. Это часто, когда действительно тебе будет казаться, ну, невозможно, как что-то может измениться, как Бог может повлиять на эту ситуацию. Я не знаю, как может вот из этого там что-то получиться, или как вообще жить дальше, или еще что-то. Ну, что Бог сможет вот здесь вот сделать, вот, ну, все уже вот тут вот, все. Все ясно, и как он вот вообще что-либо сделает. Но, вот, вера, она тебе, ну, она тебе помогает, она тебе говорит, держись, верь, ищи меня. Я могу изменить эти обстоятельства, вот, ну, я говорю, именно вот, когда ты даже не представляешь, как они могут измениться. Это вот то, что я периодически там тоже ребят учу, да, ну, я им говорю, так противостоиньте. Есть у человека депрессия, и нужно просто сказать, во имя Иисуса Христа, уходи. Вот, я не хочу в этом пребывать. И знаешь, вот, пока ты это еще произносишь, пока ты говоришь, ты еще в этом пребываешь, ты еще это ощущаешь, ты еще полон неверия вот этого, да, но ты уже это произносишь. Ты уже это сказал, ты уже нашел себе силу противостать этому. И происходит чудо. Всегда происходит это чудо. Каждый раз трудно в это верить, но каждый раз это чудо происходит, что каким-то образом, буквально через 10-15 минут, меняется настроение, меняется ситуация. Ты в этот момент говоришь, как же, это же действительно так легко было, вот, ну, как бы так попросить его, чтобы это вот изменилось. Я теперь все время буду так делать. Ну, когда приходит новая ситуация, приходит новый экзамен, потому что вот вера, она тоже, как бы, вот, она все равно уверенность в невидимом. Эту мышцу веры ее нужно натренировать, понимаете? Вот эта уверенность в Боге, не в себе, уверенность в невидимом, уверенность в том, что он с тобой, он за тебя, он проведет, и это ты не своими только будешь держаться характеристиками или силами, потому что дьявол придет, он будет тебя осуждать, он будет тебе говорить что-либо. А ты же даже это не узнаешь, что это он говорит. Это будешь ты сам себе говорить. Вот оно, в чем заключается его лукавство, что ты сам себе, ну, поэтому и нужно научиться вот развлечению этого духа. Духа. Откуда дух? Если это дух депрессивный, если это дух осуждения, если это дух неверия, если это дух критики, если это дух недовольства, то это не может быть Божий Дух. Я выхожу из Него, я отказываюсь от Него, я противостою Ему, я взываю, я призываю Божье Слово, я размышляю над Божьим Словом, и я тренирую веру. Вот таким вот образом, когда тебе кажется, что невозможно, что что-либо будет меняться, ты противостоишь. И вот это и есть вера, победившая мир, победившая похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. И вот туда нас Бог ведет. Вот одно из таких простых откровений, которые я тоже получил в начале своей христианской жизни Колоссянам, первая глава, 23 стих. Вот оно на меня выбралось, выбросилось, и это одно из первых моих любимых таких откровений, где я понял смысл, о чем говорится, одним стихом. В нем, может быть, для вас ничего не будет, но для меня на тот момент было. Если только пребываете, ну, ныне, смотрите, 21-го я прочитаю. И вас, бывших некогда, отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоголебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое разрешено всей твари поднебесной. Смотрите, он с одной стороны говорит, он уже сделал, он примирил, так, ну, примирил и примирил, все, живем. Но есть условия, если только пребываете в вере и не отпадаете от надежды того, что вы слышали. То есть есть твоя часть, есть, ну, вот это вот, ну, настоящее, внутреннее где-то, без которого ничего не будет. Без которого христианство оно будет, ну, как бы, фейком просто. Давайте откроем евреям третью главу. Просто вот еще раз прочитать вот эту вот ситуацию про евреев, что они прошли сквозь мурия, они крестились, Египет утонул, они вышли в новую жизнь, но вышли они в пустыню. Вот. И с одной стороны они спаслись, а с другой стороны они погибли в пустыне. Понимаете? Целое поколение. Из-за чего? Из-за неверия. Одна причина. Из-за неверия. Все. То есть вот этот вот ропот, идолопоклонство, то, что мы читаем, прелюбодеяние, это все неверие, это все нежелание противостоять этим вещам с помощью духа, с помощью веры. Это третья глава, давайте я с пятого стиха почитаю. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы. Еще раз. Дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Понимаете, да? С одной стороны, мы дом, мы уже дом. Есть одно условие. Если только дерзновение и упование, твердо сохраним до конца. То есть если мы будем держаться за это верой, если мы будем верить, если мы будем противостоять, противостоять вот этим вот нашей еще греховной природе, которая все помнит, понимаете? как привычку, то, что я говорю, что они вышли из Египта, но Египет из них не вышел, и им еще проще продолжать жить так, как они и жили там. Но Бог говорит, что это не тот путь. Почему, когда говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточить сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет, посему я вознегодовал на он и род, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастникам и Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Аминь. То есть да, вот оно, единственное условие, если будем хранить, если будем держаться вверх, если не будем отпадать от надежды, если будем вот, ну, практиковать то, что нам говорит Бог. С одной стороны, он нас вывел, все, у нас уже нет вот этой прям власти такой, что мы не можем головы поднять над нами, я имею в виду власти дьявола. То, что вот пример был у нас с парнем, да, когда человек вызвал к Богу и говорит, неужели ты меня не освободишь? Освободи меня от этого курева, от этой зависимости. И он пережил это. На утро он проснулся, и он чувствует, что он не хочет. И он говорит, ну раз не хочу, тогда я не буду. А некоторые же вот могут почувствовать, не хочу, но потом, ну пойду, все равно буду. То есть уже нет зависимости, уже нет такого вот сопротивления. У тебя уже действительно вот Бог помог, Бог победил сатану в твоей жизни. А ты сам еще по этой привычке хочешь жить походе. Вот оно, где заключается, да, вот в этой действительно искренности нашей, да, хотим ли мы по-настоящему быть свободными, хотим ли мы, чтобы Бог сделал в нас свое творение настоящее. Еще одно место прочитаем. Первое Коринфианом. 10 глава, 4 стиха, тоже примерно про это, апостол Павел пишет, можно с первого прочитать. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описаны в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И так возлюбленный убегать и до услужения. Аминь. Да, вот Слово Божье само проповедует нам. Слово Божье нам говорит, да, для чего описаны эти образы, да, что мы действительно вот начали свою христианскую жизнь. Мы должны к этому отнести серьезно. Мы должны теперь начинать жить этой верой, да, жить вот этим противостоянием, что, ну, вас постигло искушение, здесь написано, не иное, как человеческое, да, что и Бог знает, Он не даст искушение больше, чем ты можешь понести. Мы тоже должны это понимать. То есть, что все, что ты проходишь, все твои какие-то испытания, которые, вот эту боль, которую, может быть, и терпишь, или еще что-то, или сомнения, это все под контролем у Бога. Мы должны понять еще такую вещь, когда я говорю, про искушение сверх ваших сил. В твоем представлении, да, иногда, воображении, может быть такое искушение, которое сверх твоих сил. То есть, вот, ну, может быть что-то, что ты думаешь, что, ну, вот, например, там, 10 миллионов долларов, чтобы ты отрекся от Христа. Вот сейчас любому из реп-центра он предложит такое предложение, и он даже не задумываясь, не миллион хватит, там, я не знаю, или тысячи долларов хватит, наверное, многим, да, и так далее. Я об этом тоже думал, помню, думаю, а если бы мне там предложили, как я тут начинал, ну, никто не предложит. Понимаете? Не нужен ты никому, чтобы тебе предлагать такие деньги. Поэтому, вот, оно возможно такое, может быть, искушение, ты можешь его представить, да, в своем разуме, да, где бы ты не смог устоять уже, да, никто его не даст тебе. Поэтому то, что у нас постигает, те искушения, те испытания, то, те переживания, которые мы переживаем, они человеческие. И Бог верен, и Он даст, здесь написано, вот это Его обетование. Вот на ранней стадии христиан, вот я говорю, я сегодня, как даю эти советы, да, какие нам нужны обетования, что Бог, тот, кто начал, Он закончил. То, что научись двигаться верой, научись противостоять, и то искушение, которое у тебя уже есть, то испытание, это то, что ты можешь выдержать, да. Иисус был в пустыне 40 дней. Вот то, что Он мог пробыть в ней. Не 80, не 120, не 356 год в пустыне ходил, понимаете. 40 дней, да, без еды. Да, вот оно было максимальным. В конце подошел Сатана, да, предлагал. И Иисус нашел в себе вот эти внутренние силы, внутренние ресурсы отказаться от этого, понимаете. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьего. Это вот вообще одно из самых таких первых, основных вот наших моментов, которые, ну, должны у тебя родиться в тебе, что мы питаемся Словом Божьим. Не тем внешним, да, и едой какой-то, и не только едой, да, я имею в виду какими-то еще вещами, которыми мы привыкли. Бог хочет, чтобы мы научились Ему доверять. И вот во Христе, знаете, что есть еще такой хороший прообраз, который я вот сегодня увидел. Если у евреев пустыня была 40 лет, да, и все. Ну, то есть, у них, грубо говоря, пустыня, им сказали, все, вы тут умрете. То есть, там не то, чтобы вот 40 лет, и вы тогда выходите. Нет, вы там пока не умрете из-за неверия. Вот им было вот так сказано, все, я поклялся, говорят Бог в гневе Своем, не войдут. Вот это поколение больше не войдет. Иисус Навин войдет, Халев войдет, а вот это поколение больше не войдет. И мы видим, что план у Бога был, да, чтобы они там прошли через определенные искушения, чтобы они начали жить верой, а они начали роптать на Бога, начали быть идолопоклонниками, да, начали быть блудниками. И поэтому для них вот эта вот пустыня и стала всей их жизнью. Я помню, лет 10 назад была проповедь такая, что «выйди из пустыни», что на самом деле христианская жизнь это не пустыня только, и далеко не только пустыня. Это, ну, как бы пустыня нужна, пустыня будет, может быть, будут еще какие-то, вот там у меня была личная пустыня. Сейчас вот, например, я прохожу пустыню для служения, то есть, ну, это, и я тоже в нее погружен, она тоже как бы моя, но это вот пустыня, которая больше относится к тому служению, к которому Бог меня призвал. Вот. И надо понять, что, ну, Бог не хочет, чтобы мы всю жизнь провели в пустыне, в борьбе с дьяволом, в борьбе с искушением. Потому что вот Иисус нам это показывал, что у него пустыня была 40 дней, в небольшой отрезок. Да, плотный у него был, да, насыщенный, не каждый через нее пройдет, но по соотношению его служения, там, его жизни, это был небольшой отрезочек, и сатана от него отошел. И вот, ну, мы должны к этому стремиться. Понимаете, чтобы как можно быстрее наша христианская жизнь, наша жизнь, она вышла из пустыни, чтобы мы действительно сдали свои экзамены там, да, на ропот, на неверие, да, на вот, на все эти моменты, и быстрее вышли и служили Богу вот в силе Святого Духа. Помните, да, что Иисус был поведен Духом Святым в пустыню, а потом, когда Он прошел пустыню, Он возвратился в силе Духа, да. Вот, Бог хочет, чтобы наша жизнь, она была больше в силе Духа, нежели в пустыне, в искушении, понимаете? Вот, поэтому, ну, Библия, это книга про образов, я говорю, поэтому мы у нас, ну, трудно нам свою жизнь полностью так же все поставить, там, сорок, там, мы больше иногда хотим, чтобы вот какие-то числа, какие-то даты, какие-то вот образы, там, подтверждения и так далее, но мы должны больше смотреть на вот изменения нашего сердца, на то, те процессы, которые должны с нами произойти для того, чтобы мы вошли в землю, в свою землю обетованную, для того, чтобы Бог смог нам, ну, как бы вот увидеть нас, да, и мы себя увидели, что мы действительно заботимся о Царстве Божьем, что мы действительно любим Его всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью, и ищем Его, и вот, и тогда Он нас может вводить в наше будущее, уже там, где мы не искусимся, да, от того, что начнет приходить, потому что, да, действительно, Бог хочет нас благословить, но не готовое сердце нельзя благословлять. Аминь. На этом я закончу. Давайте к Галатам, 6 глава, просто стихи еще прочитаем. Так хорошо сегодня стихи идут. 14 стиха. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость. И Израилю Божьему. Аминь. Да, то, что вот Павел опять говорит, да, что крестом Господа Иисуса для меня мир распят, и я для мира. Да, вот эти два момента. С одной стороны мир должен быть распят, а с другой стороны ты должен быть распят для мира. С одной стороны мы и выходим из Египта, а с другой стороны Египет выходит из нас. И это процессы определенные, да. Но Божье Слово дает нам обетование. Тот, кто начал, он закончит. Тот, кто начал, он закончит. Мы не своей силой идем. Мы не своей верностью держимся. Просто если мы держимся, и вот как у меня во сне там было, вот я понимал, что я держусь вот этим внук, ну как бы, не своей силой, но каким-то сверхъестественным образом. Но отпуститься, расслабиться я не могу. Вот я понимаю, что если я, ну раз я держусь тогда сейчас вот, тогда вот буду держаться. Нет. Понимаете, вот я понимаю, ну как бы, ну я понимаю, что мне нельзя расслабляться. Я должен держаться всей своей силой, и каким-то образом я продолжаю держаться. Понимаете, да? Вот это вера. Вот это вера в чистом виде. Когда твой разум, он, ну, тебе может говорить одно, но ты все равно продолжаешь стоять на слове, на обетовании, провозглашать их с тем, что тебе открывается. Я, пожалуйста, говорю, найдите свои личные обетования через слово. Подчеркните в Библии эти строчки. Да, вот скажите о них кому-то, расскажите, да, зафиксируйте это, да, что вот вы получили вот это. Потому что это очень важно. Рассказывайте другим об этом. Аминь. Аминь.